Царство Давида и царство Ижбошита Одним из первых шагов, предпринятых Давидом сразу после своего воцарения в Хевроне, стала отправка послов к жителям Иовиса Галаадского с письмом, в котором он благодарил их за то, что они вызволили тела Саула и его сыновей из рук филистимлян и предали их погребению. Стоит повнимательнее вчитаться в текст этого письма, чтобы оценить всю мудрость тридцатилетнего Давида как политика. Цитата. «И отправил Давид послов к жителям Иовешки Лада и сказал им, «Благословенны вы у Господа, что оказали милость эту господину вашему Шаулу и погребли его. А теперь да окажет Господь вам милость и верность, и я воздам вам за это добро, за то, что вы сделали это. А теперь да будут крепкие руки ваши, и будьте мужественны, так как умер господин ваш Шаул, а меня помазал над собой на царство дом Иудин». Итак, Давид начинает с того, что воздает жителям Иовиса должное за их смелый и благородный поступок и беспримерную верность Саулу даже после его смерти. Но призывая благословение Бога к галацам, Давид как бы невзначай роняет, что не только Господь, но и он, Давид, воздаст им за этот поступок. И эта фраза мгновенно показывает, что он нисколько не сомневается в своем царском достоинстве, в своем праве крать и миловать, награждать и наказывать. А дальше Давид вновь напоминает галацам о смерти Саула и сообщает о том, что колено Иуды помазало его на царство. Таким образом, не призывая открыто галацам признать его преемником Саула и присягнуть на верность, Давид, тем не менее, напоминает всем о законности своих претензий на трон и о том, что только званием царя Иудеи он не ограничится, иначе ему просто не было смысла писать это письмо. Хотя официального ответа на свое письмо галацам Давид так и не получил, слухи о нем, безусловно, распространились в народе и увеличили число его сторонников. Народ еще раз убедился, каким благородным и возвышенным человеком является победитель Голиафа, бывший военачальник и зять Саула. Потом преследуемый им разбойник, а вот сейчас царь Иудеи. По всей видимости, Давид предпринимал в это время и другие шаги, призванные обеспечить ему поддержку других колен Израиля, а также царей хананских народов, живших среди евреев. В частности, во время своего правления в Хевроне, Давид, как предполагают на основе агодических источников, Рав Х. Д. Рабинович, отправился на войну с располагавшимся в южной части голландского плато царством Гесур. Гешур. Покорил его, однако не разорил, а заключил с гешурским царем Фалмаем Талмаем союз и взял в знак этого союза в жены дочь Фалмая, принцессу Мааху. При этом внешне Давид продолжал играть роль вассала Анхуса, исправно отправляя своих воинов в разбойничьи набеги на соседей и посылая в Гев часть добычи. Давид чувствовал, что он пока еще не готов к новому столкновению с филистимлянами и удерживал их от нового похода демонстрацией своей покорности. Именно так в будущем будут вести себя московские князья по отношению к Золотой Орде, копя силы для нанесения идей решающего удара. Между тем, Авенир тоже не терял даром времени, укрепляя позиции Иевосфея и приводя к присяге ему одно колено за другим. Первым делом он, разумеется, добился поддержки Иевосфея его собственным коленом Вениамина, затем коленами Осира и Ефрема, и в конце концов о готовности признать Иевосфея царем заявили советы старейшин одиннадцати колен, то есть всех еврейских колен, кроме колена Иуды, после чего Авенир решил, что пришло время возвести Иевосфея на трон. Цитата «Сорок лет было Ижбошиту, сыну Шаула, когда он стал царем над Исраэлем, и два года царствовал он. Только дом Иудин был за Давидом. И было всего времени, в которое Давид царствовал в Хевроне над домом Иудиным, семь лет и шесть месяцев». Вторая книга Самуила, два, десять, двенадцать. Из этого отрывка, а также из фразы «И длительно была распря между домом Шаула и домом Давида, и Давид все более укреплялся, а дом Шаула все более ослабевал», там же три-один. Большинство библеистов делает вывод, что Авениру понадобилось долгих пять лет, чтобы привести к Иевосфею одиннадцать израильских колен. Однако, несмотря на присягу Совета Старейшин, внутри каждого колена находилось немало тех, кто считал Давида куда более достойным стать царем всего народа. И по мере того, как Иевосфей демонстрировал свою слабость и бездарность как правителя, таких людей становилось все больше. Цитата. «И Давид все больше укреплялся, а дом Шаула все больше ослабевал». Конец цитаты. Страшные события, последовавшие спустя два года после официального восшествия Иевосфея на трон, на седьмой год правления Давида в Хевроне, были лишь прямым следствием, выявившейся полной профнепригодности последнего сына Саула как царя. Другие комментаторы Писания и ученые, остающиеся сегодня в меньшинстве, считают, что два года правления Иевосфея пришлись на первые два года правления Давида в Хевроне, и именно столько продолжалась война между двумя царскими домами. Последующие пять лет, по их мнению, Давид правил из Хеврона всеми двенадцатью коленами, по-прежнему совершая разбойничьи набеги на соседей и накапливая силы для полномасштабной войны с филистимлянами. В любом случае, отношения между двумя еврейскими царствами, царством Давида и Иевосфея, в этот период и в самом деле были крайне напряженными. И хотя обе стороны явно не хотели вступать в братоубийственную войну друг с другом, избежать ее все же не удалось. Субтитры создавал DimaTorzok